Ну что ж, друзья, я вас приветствую в 2018 году. Я, наконец-то, рад, что закончился этот новогодний марафон праздников, эти гастрономические карусели, которые уже, ну, в некоторой степени поднадоели, хочется войти в какое-то свое русло. А войти в свое русло иногда очень сложно. И такое ощущение, что после отпуска я разучился разговаривать. Ну, что-то я не о том леплю. Ну что ж, поехали смотреть. Остановите! Не, вы подождите чуть-чуть. О, сейчас я сделаю кадр. Куда же мы бежали? Вот так и едем. Мы нашли снег. Моем подниматься куда-то есть. Сушка. Едем на озеро Синевир, но непогода застала нас врасплох. В машине страсти накаляются. Ну, мы же не ищем легких путей. Вставай и снимай. Это проект «Вставай и снимай». Я нахожусь во Львове. Зашибись! Я нахожусь в Зилке. Ну, вот по чесноку. Шапка говно, сказали. Сейчас надо еще у кого-то спросить. Мы выходим снова на улицу. И мы идем искать новых людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Привычка идти на звук меня не подвела. Я попал на какую-то репетицию или подготовка к выступлению. Хотя, в принципе, одно и то же. Но набрал целую кучу интересных портретов и плюс перебивок к видеоролику. Ну и вообще, если честно, получил колоссальное удовольствие от игры такой, знаете, за кулисами. От неофициальной игры, как ребята играют сами для себя. Ну и, конечно же, по правде говоря, немножко отогрелся. Это второй способ, как можно отогреться, идти на звук. Вообще, я хочу сказать вам, есть хорошая традиция. Не возвращаться домой, пока не всадил все батарейки. Ну, по подсчетам, мне здесь еще часа полтора так точно находиться на улице. И это, конечно же, благоприятствует набору хорошего материала. Я как раз в тему похожа, да? Нужно ушаться у вас за коллекцией. Князя Романа счесть. По этой улице находится целая куча друзей и подружек из нашего отряда, которые висят здесь на стенке. Они уже свое отработали, отслужили. Но, тем не менее, вы можете прийти, посмотреть и вспомнить, как это было. Ну, если есть кому что вспомнить. Ну, вот единственный нюанс, конечно, Кэнона здесь и близко нет. Здесь все такая постсоветская техника. Но, тем не менее, антураж, конечно же, офигенный. Ладно, идем наверх, это жарко. Я извиняюсь, ты говоришь английский или нет? Немного. Это не важно, потому что ты выглядишь как актер, но я забыл, из которого фильм. Я перевернусь, из-за этого. Если не подпишите, я возьму несколько фотографий. Да, выглядит прекрасно. Где ты пришел? Откуда? Спасибо. Тот случай, когда ни один из языков не подходит для того, чтобы хоть как-то изъясниться. Здрасте, красная шапа. А можно у вас сфотографировать такую красивую, нарядную? У вас такой интересный головной убор? Вы местная или нет? Местная, да? Да, только можно задом, если вам уже головной убор? В смысле задом? Я фотографирую людей исключительно с передней части тела. Ну, как это задом? Меня зовут Валентин Христич, я представляю проект «Вставай и снимай». Как вас зовут? Ксения. Ксения? Угу. Это просто фантастика. Я сегодня приехал на один день из Киева, и мне реально повезло, как стрит-фотографу, мне очень сильно повезло. С погодой, да? С погодой, да. Кстати, вопрос, как вам моя дурацкая шапка? Она подходит к вашему не менее дурацкому шарфу. Отлично. То есть у меня теперь две дурацкие, два дурацких... Еще вот эта вот штука. Она тоже дурацкая, отлично. Мне нравятся ваши комплименты, я запишу их на свой счет. Один маленький взгляд без улыбки. Ну, я запомнил, да, хотя мне наговорили разного относительно моей шапки. Понял, хорошо. Ну, я буду вам признателен, если вы нас найдете где-нибудь в социальных сетях, потому что фоточка получилась хорошая. Ну, вот. Вдобавок ко всему у меня, оказывается, еще и дурацкий шарф. А что тут, тепло? Ну, такое, лоб греет. Тепло, что да. О, кстати, да. Реснички греют. Прикольная такая локация. Я, если вы не против, вот так вот прям... Нет, нет, только вы никуда не уходите. Что это такое? Это микрофон, он немножко уже устал, видите. Всего хорошего, до свидания. Ну, я не мог здесь не отметиться, поэтому было бы преступлением сюда не заскочить и не отхлебнуть бы немножечко пьяной вишни. Количество иностранцев на данной улице просто превышает все допустимые нормы. Здесь такое впечатление, что нету ни одного украинца. Вот. И можно попрактиковаться абсолютно в любом языке. Это просто офигеннейшая, самая что ни на есть фотогеничная погода. И выходя в такую пору времени, конечно же, желательно одеваться по погоде, потому что так как я сейчас нарядился, ну, в принципе, все неплохо, но вот ноги сейчас подводят. Ну, пока я буду искать машину, я все-таки что-то еще пофотографирую, но здравый смысл подсказывает мне, что нужно закругляться. Тем более завтра выступление еще, и нужно быть плюс-минус хоть в какой-то форме. Вы до меня? Да. Да? Я до вас. Ага, вы курите, так. Мне кажется, что я вас видел прошлым летом. А вы тут не работаете? Тут работаю. Работаете? В Реберни. В Реберни. А как вас зовут? Олена. Олена. Сейчас я через двое буду. А, место горит. А, я не могу. Я хочу вам сделать несколько фотографий. Мне? Да. А это вы должны подписаться на наш маленький каналчик. Вставай и снимай. А вы откуда? С Одессы. С Одессы. Раз, два, три. Вставай и снимай! Ну, вот теперь точно запомните. Дуже приятно было поспілковаться и проезжайте чаще в наше место. Я думаю, у нас еще вас чем из двое. Здесь просто атмосфера, ну, я не знаю, как ее передать. Здесь просто нужно сюда приезжать, но ненадолго приезжать, чтобы это не присытилось, чтобы не надоело. Ну, в любом случае, если ты находишься в одном месте более одной недели, то это становится быть обыденным. А вот и мой фасад. Поехали. Каких-то жалких 10 километров. Мы прошли за сегодня, и этого было достаточно для того, чтобы набрать целую кучу интересного материала. Классическая ситуация зимой. Отмороженные ноги. Счастливое лицо. И полная флешка интересного материала. Дубль три. Ночная фотосъемка. Это прекраснейшая погода располагает к собирательству больших, красивых и замечательных зимних кадров. Я понимаю, что это всего лишь скука по зиме, потому что зима еще только-только начинается. Но, тем не менее, почему бы ее не испробовать в начале декабря. Добрый. Шукайте в интернете. Угу. Плюс два подписчика. Ну, как минимум, не зря вышел на улицу. Все удивляются с моей огромной манфротовской селфи-палки. О, уже что-то поехало. Может, то и... Маршрутка. О, вот это винмай в центр ехать, да? О, чудово. Чудово. А, я заразумил. Не все так просто. Если вдруг у вас запотела линза, то не спешите ее вытирать. В вечерних фонарях, в свете вечерних фар. Получаются очень интересные рисунки. И это можно использовать в качестве такого некого художественного приема. Ну, что ж, друзья, снег сыпет и сыпет. Вода в ноги все льет и льет. И мы продолжаем наше движение, делая какие-то попутно фотографии. Ну, легкая такая ночная фотография. Ну, вот круто. Вот если бы еще убрать все эти машины, которые здесь находятся, было бы просто все. Офигенно. Ну, куда их уберешь? На основной камере линза полностью забрызгана снегом, дождем. Ну, таком снегодождем. И получается, что, ну, картинка не совсем четкая. Но мы же с вами знаем, что большинство из нас в фотошопе берет нормальную картинку и начинает ее всяческими ползунками, фильтрами, всякой хренью, начинает ее портить. Поэтому я решил, для чего пользоваться фотошопом, если картинку можно изначально испортить уже здесь, на процессе, так сказать, фотографирования, в процессе производства этой фотографии. А, только с собой хватит измазу по бакету, да, Дейс? Да, я думаю, что, если наш видеоинженер тебя не вырежет, то, ну, я думаю, не вырежет, то в пятницу все можешь себя побачить. Ну, и ставить подписочку, конечно. Вы говорите, где я беру подписчиков? Да вот же я их беру, по одному собираю на улице, прям беру вот так вот за руку, отвожу на канал и прошу, чтобы подписались. Вот так вот за полтора года привел на канал столько, сколько есть. Каждого за руку завел. Поэтому я практически вас всех знаю в лицо. Ну, почти. Это мне подфартило? Чего вам тоже? Да не так само, но мне надо еще сесть. Так. А ну, хлыночку. А там вы еще не я, да, нельзя пройти? О, уже прулис. Самое ценное, что я взял из этой поездочки, это пару портретов в плотно набитой маршрутке. Все забитые, как селедки, и ты такой достаешь камеру, и еще пытаешься что-то фотографировать. Ну, чисто вот из-за этого эти фотографии мне показались интересными. В принципе, я доволен своей вылазкой сегодняшней. Я сегодня намотал у тучи километров, наверное, где-то около 15. Это вылилось мне порядка в 6 или в 7 часов прогулок, но я же во Львове, надо было как-то с пользой, время использовать. Вот, поэтому я вам желаю испытать на себе тоже подобные ощущения и чувства, но только одевайтесь по погоде, чтобы не чавкать и не чавкать. Вставайте и снимайте традиционно. С вами был ваш покорный слуга Валентин Христич. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, комментируйте обязательно, и пишите, что вы думаете по этому поводу, рассказывая. Кстати, да, пишите вообще, что вы хотели бы увидеть в будущем, и приглашайте, кстати, в свои новые города. Организовывайте, ну, не то чтобы мастер-классы, но какие-то творческие встречи. Я с радостью приеду, если вы мне в этом поможете. Пишите в комментариях. Пока. Ну что ж, друзья, я нахожусь на фото-видео форуме во Львове, где через 5 или 7 минут буду презентовать наш общий проект. Вставай и снимай. У меня на все про все порядка часа времени, и я думаю, этого будет достаточно, чтобы завербовать часть людей. Но, чтобы вы понимали, основная отличительная черта, во что многие не верят, этого канала и вообще проекта Вставай и снимай, то, что здесь принимают участие абсолютно неподготовленные люди, абсолютно незнакомые прохожие с улицы. По поводу стрит-фотографии. Как я для себя ее вижу и как бы я рекомендовал ее использовать вам? Я занимаюсь не чистой стрит-фотографией, потому что чистый стрит – это такой черно-белый жанр, в котором автор не вступает в диалог, не внедряется в суть происходящего, просто со стороны созерцает и наблюдает. Меня больше впирают такие вещи, чтобы там с человеком договориться о чем-то, вести какую-то коммуникацию и общение, и потом после этого уже там о чем-то дальше разговаривать. То есть, ну, бывает, конечно, такое, что я просто тупо в лоб подхожу и фотографирую, но такое не везде проходит. Очень легкий такой прием фотографировать людей через стекло, через витрины, через транспортные окна, ну, я имею в виду окна в транспорте. Люди тебя не слышат, они чувствуют себя в защите, и им от этого комфортно. Это уже испробованный метод, когда-то типа, если ты только начинаешь заниматься стрит-фотографией, для многих подойти к чужому человеку и что-то ему рассказывать, это некий такой микростресс. Если человек куда-то спешит, мы уже даже замеряли по ширине шага, если человек спешит, если у него там чуть ли не метр между стопами, то его остановить нереально, это как, знаете, поезд такой накатом идет, его остановить невозможно, он в любом случае скажет, что он спешит, и это просто будет потраченное время. Не нужно вот это организовывать в студиях, там, тратить кучу денег, прогуляться 3-4 часа по улице, и вы найдете себе таких моделей, что просто и актеров, ну, просто вообще без проблем. Самый первый и самый классный метод – это двухминутка. Это может быть пятиминутка, это может быть десятиминутка, неважно, в зависимости от широты ваших прогулок. Вы на таймере ставите две минуты, и засекаете эти две минуты, и идете куда-то. Через две минуты таймер срабатывает, вы в этом месте должны сфотографировать что-то интересное. Пускай тут ничего не будет, вот пускай вот у меня было такое, что я пришел, и у меня кроме как дохлого голубя передо мной ничего не было. Я его тоже сфотографировал, и оно тоже нормально зашло. Нелетная погода – это вот вчера была. С одной стороны она нелетная, с другой стороны она самая фотогеничная. Туман, дождь, снег, я не знаю, буря, ураган, какие-то явления погодные – это самая классная погода, которая лучше всего смотрится на фотографиях и на видео. Когда солнце в зените, и все ясно и красиво, это вообще неинтересно, и это скучно и нудно. Вот этот замечательнейший дедушка, которому там, по-моему, 85 лет, поведал мне очень интересную историю о том, что оказывается не сердце качает нашу кровь по организму, а как он выразился дословно – жопа, говорит. Поэтому нужно вставать, ходить, бродить по улице, чтобы мышцы на жопе, говорит, качали и гоняли вашу кровь. Что дает для меня и вообще, в принципе, для человека, который занимается стрит-фотографией, что оно дает? Оно, в первую очередь, повышает уровень твоей коммуникабельности с людьми, а всем тем, кто предлагает свои услуги и продает их своим клиентам – это как никогда важно. Это повышает уровень самооценки, когда ты возвращаешься с какой-то сложной съемкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...